Привет! Сегодняшний рассказ будет про рыбку-малышку. Это тетрадон карликовый. Родом наш глазастенький малыш из медленно текущей реки Памба, что протекает в Южной Индии. Живет только в пресной воде, питается там насекомыми, различными червями, беспозвоночными и мелкими улитками. У тетрадона карликового кругленькое удлиненное к хвосту тело, слегка заостренной мордочкой и большими любопытными глазками, имеющими интересную особенность. Они могут двигаться независимо друг от друга, помогая малышу лучше осматриваться вокруг. Окраска тела от зеленой до светло-коричневой с темными пятнами. Животик белый или желтоватый. Окрас зависит от условий содержания, освещения и настроения рыбки. Растают карликовые тетрадоны обычно до двух с половиной сантиметров и прожить могут в среднем до пяти лет. Самцы поярче, чем самки и у самцов темные полоса по центру живота. И самочки покруглее самцов. Температура нужна от 24 до 26 в идеале, жесткость от 5 до 24, кислотность 6,5-7, 7,7. Наших малышек желательно заселять в уже сбалансированный аквариум, а не в только что запущенный. Соль в воду добавлять не нужно. В идеале на одну рыбку нужно от 10 литров. Нужен хороший фильтр и аэрация. В акве не должно быть сильного течения, тетрадончики этого не любят. Раз в неделю стоит подменивать до 30% воды на свежую. К освещению особых претензий не предъявляет, так же как и к грунту. В аквариуме должны быть укрытия и заросли растений. Их карликовые тетрадоны не трогают и растения подойдут любые. Однако весь аквариум засаживать не стоит, должно быть и свободное место. Содержать лучше стайкой от 5-6 рыбок. Чем больше стайка, тем больше нужно укрытий. Содержать лучше в отдельном видовом аквариуме. Рыбка достаточно конфликтна. Если и не сможет кого-нибудь слопать, то может сильно потрепать плавники. Занимается таким разбоем обычно по ночам. Причем может пострадать как мелкая, так и большая рыба. Конечно, кроме крупных хищников. Мелкие креветки могут стать кормом для наших хищных малышей. Однако сильно решает объем аквариума. Чем он больше, тем меньше агрессия. У некоторых аквариумистов они уживаются со многими соседями. Может характер у рыбок разный. Крупный же хищник, который может проглотить карликового тетрадона целиком, запросто может погибнуть. Наш малыш имеет особенность. При стрессе он раздувается как шарик и становится гораздо крупнее своих размеров. Такой шарик может повредить пищеварительный тракт агрессора и отправить его в темную долину предков. Самому хозяину тетрадончиков тоже нужно быть осторожным. Он маленький, но с очень острыми зубками. Укус чувствителен. Также стоит быть осторожным и стараться не брать его в руки. Есть неточные сведения, что кожа у этой рыбки токсична, но не смертельна. Интересная особенность. Укладывая спать, тетрадончик частенько, как котенок ложится на бок и сворачивает хвостик. Корм предпочитает только живой или замороженный животного происхождения. Предпочитает есть то, что шевелится, да чем можно охотиться. Рацион можно составить из мотыля, трубочника, дафни и любимого лакомства мелких улиток, например катушек. Их можно для этой цели разводить в отдельном аквариуме. Благо это не сложно. Крупных улиток обычно не трогают, потому что справиться с ними не могут. Улитки важны не только как любимые лакомства. Об их раковине тетрадончики стачивают свои хищные зубки. Это важно для здоровья рыбки. Если они игнорируют замороженный корм, то приучить к нему можно, смешивая заморозку с живым кормом. Кормить карликовых тетрадонов лучше 1-2 раза в день. Пища должна быть съедена за 2-3 минуты. Наш малыш спокойно размножается в домашних условиях. Отнереститься может и в общем аквариуме. Причем нерест может проходить каждый день. Если вам это не нужно, то стоит содержать одних самок. Нерестовик нужен от 30-40 литров с зарослями мелколистных растений. Стоит установить фильтр, губку и аэрацию бессильного течения. Температура как в общем аквариуме. На нерест сажают пару или одного самца и несколько самок. Двух самцов сажать в один нерестовик не стоит. Один может запросто убить другого. По этой же причине желательно и несколько самочек. Одну самец может загонять до стресса. Рыбок в нерестовике обильно кормят живыми кормами. Самец ярче окрашивается и начинает гонять самок. Очень мелкая икра обычно откладывается в зарослях. Ее очень мало. От одной самочки обычно всего около 10 икринок. Родители после нереста нужно удалить, иначе слопают икру. Если оставить их в нерестовике, то нерест может продолжиться. Но икру придется убирать шлангом и переносить ее в отдельный аквариум с такой же водой. Также икру можно удалить и из общего аквариума, если конечно вы ее найдете. Она очень мелкая и прозрачная. Через двое суток появятся личинки и вскоре они поплывут и будут искать чего бы покушать. Первые корма. Инфузория, микрочервь, наупли и артемии. По мере роста мальков нужно сортировать по размеру, отделяя более крупных. Иначе возможен каннибализм. Или крупные просто не дадут нормально питаться мелким и те соответственно не вырастут. На этом про тетрадон и карликового все. Здоровья вам и вашим любимым питомцам. Пока и до новых встреч.